В городском округе Люберца проходит профилактическая операция «Автобус». Инспекторы ДПС проверяют техническое состояние общественного транспорта, а также обращают внимание на соблюдение правил перевозок пассажиров. Какие нарушения допускают водители маршрутных такси и какое за это предусмотрено наказание, знает наш корреспондент. Первое, на что обращают внимание сотрудники БДД – внешние световые приборы общественного транспорта. Они должны находиться в исправном состоянии. Затем инспектор требует документы водителя, путевой лист, техосмотр, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. После этого проверяются условия перевозки пассажиров, наличие двух огнетушителей, медицинской аптечки и знак аварийной остановки. За отсутствие этих предметов предусмотрена административная ответственность. Штраф по статье 12.5.1 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений предусматривает штраф в размере 500 рублей. Штраф в 500 рублей, наложенный на водителя, может быть оплачен в течение 20 дней с 50% скидкой. То есть это 250 рублей. Проблем с наличием огнетушителей и аптечки ни у кого не оказалось. А вот по поводу технического состояния световых приборов у инспекторов есть замечания. К примеру, у этого микроавтобуса не горит ближний свет фар. За эксплуатацию транспортного средства при наличии неисправностей на водителя составили административный протокол. Также сотрудник госавтоинспекции замерил суммарный люфт в рулевом управлении. Он составил 6,5 градусов. У категории данных транспортных средств, категория D, люфт не должен превышать 20 градусов. То есть там всё было в пределах нормы, поэтому за данные нарушения водитель не привлекался. Операция «Автобус» проходит на территории городского округа с 3 августа. Продлится профилактическое мероприятие до 17 числа включительно. Основная цель проводимых рейдов – снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте.